Всем огромный привет! Я сейчас нахожусь в нашем парке, в нашем центральном городском парке города Одинцова. Ездила сегодня по делам, освободилась пораньше и решила прогуляться по этой территории, потому что здесь очень-очень хорошо. Мне нравится здесь пруд, шикарный пруд с водными лилиями, суточками. Так, у меня телефон звонит сейчас, подождите минутку. Субтитры создавал DimaTorzok Только сегодня погода не для пробулок. На улице очень жарко, я бы даже сказала тропики. А я и так в последнее время хожу сонливая, уставшая. От жары меня еще больше клонит в сон. А парк красивый. Он как раз и предназначен для семейного отдыха, для отдыха с друзьями. Здесь у нас есть, кстати, центральный стадион. Ну, в общем, много всяких различных площадок детских, развлекательных, для любого возраста детского. Скамеечки, опять же, для того, чтобы так вот присесть, отдохнуть. Я бы еще, знаете, сейчас выпила какого-нибудь холодненького лимонада или минеральной водички. Знаете, вот раньше такие были автоматы. Автоматы три копейки бросаешь, и такой вот лимонадик тебе туда льется в стаканчик граненый. Либо просто за одну копеечку минеральной водички. Сейчас нет таких автоматов. Я хочу вам еще сказать огромное спасибо за Ваню. Ну, мне как маме, естественно, приятно читать такие добрые слова о нем. Ну, я пока не готова вам все подробно рассказать, вот что касается подарка Вани, потому что для меня эта тема сейчас очень щемящая. И до сих пор я волнуюсь, потому что подарок очень дорогой, неожиданный. Я вам обязательно расскажу, но только, наверное, не сегодня, потому что, ну, мне пока волнительно все это вам рассказывать. Вот так вот немножко могу вас как бы вести в курс дела, да, что за полгода до моего дня рождения Ваня стал интересоваться. Мол, если бы мама-то захотела сейчас поменять машину, то на какую бы. И я вот без всякой какой-то задней мысли, ну, сказала о том, что вот, да, вот такую машину я бы себе хотела иметь на сегодняшний день. И все. Вот так вот. Это вот меня, я когда села в машину, я почувствовала взволнованность, взволнованность Вани. Стала намекать на то, чтобы я ни в коем случае не отказывалась, потому что это подарок, это целый презент. Это ты должна принять от меня, пусть это будет как вклад в семью, как инвестиция, но только, мам, пожалуйста, прими от души и порадуйся. Я уже поняла, и когда мы заехали в автосалон, и все, меня так накрыло. Он по салону ходил, еще такой деловой, там, разговаривал с менеджером, с менеджером продаж. Вот у меня менеджер приглашает, чтобы я подписала ПТС, и говорит, вас поздравляю, вам сын вот такой подарок сделал. И я читаю, что за машина, и все. Я бросила ручку, мне накатили слезы. Я пошла себе место искать, чтобы меня никто не видел. Ой, в общем, до сих пор волнуюсь. Мы сейчас с Викой хотим зайти в магазин Вкус Вилл. Нам нужно купить продукты для ужина. Вика, пойдем сюда. Так, я возьму две упаковочки креветок и одну упаковочку гребешков. Мы с Викой уже пришли домой, я вам сейчас покажу наши продукты. Заходили сегодня во Вкус Вилл в магазин и в Перекресток. Значит, по порядку. Сахарная вата, снежок, водичка, креветки, гребешки. Гребешки для Дарины всегда покупаем. Чай Ричард черный с ароматом бергамота и лимона. Очень любим с Лешей именно этот чай от Ричард. Хлопья овсяные от Ясно-Солнышка. Упаковочка салфеток бумажных. Здесь у нас салфетки влажные. Базилик. Сливки безлактозные. Сливки для соуса. Пюре фруктовое. Викинг выбор. В последнее время я очень часто стала покупать творожный сыр альмета. Не знаю, вот нравится и все мне именно альмета. Это с огурцами, вот на этот раз я решила взять и зеленью. Так, а здесь у нас вафельные трубочки на десерт к чаю. Из химии я купила санфор, мне оно очень нравится, хорошо отмывает ванну. Прямо такая, она становится белоснежная. И кухонные губки. Брею у меня просят креветок. Так, настойчиво. Окошкам уже нельзя. Креветках много белка. А это вредно для почек. Ну, Бреюшка, ну да, вот я тебе уже четвертую даю креветочку. Уже три съела, вот сейчас четвертую просит. Больше не дам. Больше не дам. Так, ну что, я сейчас с вами обязательно поделюсь своим рецептом, как я готовлю креветки в сливочном соусе. Так уж получилось, да, что у меня не хватает времени вести свою рубрику «Готовлю вместе с вами», да. Времени не хватает. Нет, рецепт это я снимаю, а вот на монтаж у меня не остается время. Поэтому иногда буду показывать свои приготовления в обычных влогах, потому что есть зрители у меня на канале, которые просят, чтобы я делилась рецептами с ними. Вот, а тем зрителям, которым неинтересна моя готовка, вы можете сейчас эту часть перемотать вперед, а мы немножко тут по-кулинарничаем, хорошо? Я Даришке еще сегодня купила голубики. Она все хорошо ест. С бананом смешиваю, с авокадо. Ну, в блендере все взбиваю. Получается ягодное пюре. А Бекушка не любит. Эту ягодку. Не эту малинку, а то клубничка. В этот раз вообще, говорит, мам, ничего не хочу, никакой ягоды мне не покупай. Я говорю, ну ладно. Поэтому взяла 300 грамм. На 2-3 раза Дарине хватит. Ну, так вот поделить на 3 порции. 1, 2, да? 1, 2 и 3 будет. У меня рецепт самый простой, самый быстрый, но зато пикантный, потому что мы будем добавлять чесночка гранулированного. Можно, конечно, живого, не можно, а даже нужно, но у меня его дома не оказалось, поэтому буду использовать сухой сегодня. А по ингредиентам нам понадобится укроп, сливки для соуса 23% жирности, да? Ну, его еще называют сливочный крем, масло. Вот такой вот кусочек сливочного масла. И пыреветки очищенные, размороженные, промытые, подсушенные. Камеру не включила. У меня половинка кусочка масла, от того большого, которого я вам показывала. Сейчас оно у меня как раз вот растопится. И я добавлю чеснока. Гранулированное чеснок. Мы должны получить такой вкус. Когда вкус раскрывается чеснока, масло получается вкуснее. Рецепт. Ну вот и все, соус готов. Мы сейчас садимся ужинать. Креветка мягкая получилась. Соус как соус. Но больше всего мне в этом соусе понравилась петрушка. Несмотря на то, что я ее тушила, то есть термически обрабатывала, она все равно не потеряла своих вкусовых качеств и аромата. Мне некоторые девочки в комментариях задавали вопрос, какой у меня был номер оттенка на губах в арнаульских влогах. Я сейчас, конечно, ваши комментарии не найду, да и мне, если честно, лень, поэтому я вам быстренько в этом видео ее покажу. Это сияющая помада от L'Oreal, девочки. Очень-очень красивая, с таким летним ягодным оттенком. Я вот ее уже чуть-чуть на губы нанесла. Она, кстати, наносится очень легко, не скатывается, не собирается вокруг рта, там, в уголках губ, да. Если она даже в течение дня съедается, то все равно остается на губах такой оттенок, оттенок в виде, знаете, таких барбишных губ, что ли, зацелованных, я бы даже сказала. И по текстуре она мне понравилась. Она не жирная, но мягкая. Вот, с таким, да, с таким сияющим, глянцевым эффектом на губах. Всем доброе утро. У нас наступил следующий день. Мы сейчас с Доришкой занимаемся. У нас вот такой вот есть специальный вибромассажер. Это японское оборудование, свинг-машина называется. Мы применяем его каждый день, после сна 15 минут и перед сном 15 минут. Он хорошо расслабляет мышцы, успокаивает их. Особенно мне нравится то, что он избавляет от всех ненужных напряжений и боли в позвоночном столбе. У Дорины они имеются, потому что она ведет малоподвижный образ жизни. Поэтому такой вибромассажер для нас незаменим. И мне нравится тем, что его можно использовать спокойно в домашних условиях. Не нужно Доринку возить по физиотерапевтическим кабинетам, потому что все дома можно. Те же лечебные гимнастики, те же массажики. Все делает за человека этот тренажер. Продолжение следует... ... Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну ладно, мы сейчас тогда с Викой будем собираться в детский сад Торешка сегодня пока побудет с Лешей Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну и также технологию воды Что вот, например, из воды можно приготовить пищу Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» У нас уже наступил вечер И сегодня целый день была занята Поэтому ничего не получилось вам интересного Поснимать, показать, потому что одно и то же Вот, и сейчас мы поужинали И я буду заканчивать это видео Поэтому давайте так договоримся Что как только у меня появится возможность Я к вам обязательно вернусь Вернусь скоро А самое главное Сейчас нам найти няню для Даринки И мне будет полегче Вот Все, всем пока